Сейчас. Пока от тебя сходила с ума, до свидания, малыш. Окурки сорванные, что ли поцелуй и разговоры. Во мне говорила золотая текила, Всю ночь я говорила, не тебя так любила. Еще не остыло, сердце все пропалило, Охрипло, ну что же ты отворила? По винам бежала, золотина лежала. В слоймах и соли растворялись боли, Когда просыпалась под тобою бессилы, Уже понимала, любовь не текила. Доброго ранку! Доброго ранку! У нас проеднася. Это ранковый экспресс на телеканале Тонис. И для тех, кто не познал, у нас сегодня в гостях Наталья Гордиенко, молода украинская, Тониска, молода спевачка и фенеристка проекту «Голос краин». Доброго ранку! Доброго ранку! Представь, будь ласка, своего сопутника. Это Олецей Кльонкин, гитарист моей группы. Всем привет! Традиционное наше питание. Как вы начинаете свой ранок? Я начинаю свой ранок с чашечки кави. Без этого я не прокидаюсь. Я как-то просто, я понимаю, что я уже кавонаркоманка. Кавоманка. Кавоманка. А у которой начинается ранок, Наталья Горденко? Сегодня я в 8-м ранку начался, а в 8-м, даже не в 7-м. Короче, очень рано. А вообще я где-то 9-10-й ранку прокидаюсь. Стараюсь, прокидаюсь. Кто рано встает, то Бог даёт. Чи мне еще прокидаешься, ты больше справки стараешься. А расскажи, будь ласка, трошки про свою творчость. Что, какие-то новинки, клипы? Что нового в твоем жизни? Ну, нового, мне пощастило, моя доля склалась, можно так сказать. И на отличие от фенаристов и других проектов, мне действительно помогают. Я уже сняла 2-й клип, он называется «Любовь не текила». Вот, очень веселый клип, там целых 12 настоящих японцев было. Ну, один из них кореец, а все другие японцы. Это была реальная проблема, их шукали 2 недели. Но режиссер справился, и он нашел их. Ну, а можно как-то отрезать кореец от японца? Ну, там кажут, что как-то с разрезом очей можно отрезать. На самом деле, я сама не знаю, они ни бельмеса не понимали. Как вы спілкували? Ну, английские какие-то жести, что-то такое. Но российский понимает только главный герой. И все другие такие, yes, of course. Что-то интересного было в клипе? Окей. Окей. Что-то интересного было в клипе? Какие-то моменты? Клип, и мы разрумили номер готелев, разбили инструменты, разбили автомобиль. Короче, мы там таке творили, что это действительно. Ну, а мне всегда интересно, это справедливо все? Вот там, если разбиваются музыческие инструменты, они же действительно справедливые? Инструменти справедливые, разбили справедливые машины, разбили просто, ну, ее специально купили для того, для того, чтобы ее разбить. Готельный номер был не справедливый, вот это побудовало декорации. Но, в принципе, в картинке здаётся, что это действительно там. Ну, что интересно, я сама въезжала на машину в стину. Ну, стена была сделана из ДСП, ну, но там, здаётся, что там прямо две тонны, карпачи падают. Просто такой краш-тест. Да, ну, и там пилили в цикавых местах, ну, в тех местах, в которых их треба, пилили просто, чтобы я так тихенько, не на великой скорости, уже такая маленькая, така тиндитная стена. И стена на машине. И стена на машине. И тут ничего сложного не было. Найближчие концерты. Де мы можем тебя побачить? Найближчие концерты – это такие, чтобы можно было запросить всех. Это, на жаль, аж в червня месяце. Будет афиша. На сегодняшний день я не знаю, чем будет 1 или 2 червня. Это будет такой, можно сказать, это место, да? Да. Это будет клуб «Толстой». Я всех запрошу. Приходите, будь ласка, буду рада. Бачите вас. А какие-то, возможно, выступы за кордоном, ну, на близком, так, за кордоном. На близком и за кордоном. Да. Уж цикавый, дуже цикавый факт. Я, взагалі-то, сама выходит из конкурса, из такого. И, зараз я еду в Молдову. Меня запросили, это была велика честь для меня, потому что конкурс международный, и я, как член жюри, туда поеду уже, как приемно. Это так приемно просто, как я еду. Ну, это просто, мне кажется, ну, серьезно, это доверие. Потому что, ну, так, это доверие, и треба как-то мобилизоваться перед тем, чтобы судить других руководителей, им какое-то резюме сказать, ну, хируйтесь. Я уже сейчас начала готовиться. Я сейчас кучу литературы, читаю, ну, и смотрю, как это делают другие, потому что, чтобы не впасти лицем в грязь. Но, я так понимаю, там же, возможно, будут какие-то, ну, просто відео конкурсанты, которые дают судям, чтобы они как-то мали... Нет, вопередние никак не знакомы с ними не будут. Мы просто, как вы видели, первый выступ, первый день, второй конкурсный день и гала-концерты. Вот, как, естественно, это бывает. А, сразу, после того, как я вернусь в Молдову, с Кишиньо, я еду в соте. Так само, быть членом в журе, так, и просто... Ты пошла, не співачка, а судьбе. Нет, ну, так, это параллельно. Пока что у меня просто таки, не настолько членный график гастрольный, как у таких уже великих артистов, поэтому я себе могу дозволить кататься и быть членом в журе. Ну, а здесь были уже выступы поза межами Украины? Саме выступы? Украина-Россия. Ну, и Голдова. Как в Росии сприймают? А мы, Росии же знают, мы, ну, мабуть, может... Знают, благодаря конкурсу Голос Украины, чи... Там же працюю с універством Юзик, и они там, вы знаете, и клипы, и письни по радио, и клипы на всех музических телеканалах, тому там, в принципе, люди меня уже познают в життеж. Но не так, как и в Украине. Ну, приемно. И скажи, будь ласка, когда ты почула, что ты популярна? Откуда это случилось? Можливо, ты как раз тебя почала познавать на улицах? Цей момент ты памятаешь? Я памятаю, когда просто после выхода вот этого первого эфира, это я уже почула, что я популярна, потому что, по-перше, в социальных сетях, в сетях, мережах было плюс там три-четыре тысячи за первый день запитов, а на наступный день уже потім десять, еще больше, и они уже просто не можно больше, там, и в заявках еще столько же лисить. По-перше, по-друге, на улицах вітаются, кажут, «Добрый день, я как раз справлюсь?» «Класс!» «Добре!» Один раз был такой цікавий момент, просто я иду, я живу десь в метрах, в метрах трехсот від супермаркету, накупила продуктів, иду с этими трубами, вони важки, и тут якась бабуся кричит, «Наташа!» «Наташа!» «Я думаю, может, это какая-то моя знакомая». Я с этими сумками иду через дорогу, перехожу, я говорю, «Добрый день, а мы, извините, мы же знакомые?» «Я думаю, может, это какая-то чья соседка». «А вы же Наташа!» «Вы же голос Украины!» «Я говорю, я!» «Ой, так приятно!» «Добрый день!» «Добрый день!» «Добрый день!» «Только по 10 кг бабусь, кожна будет такими...» «У нас залишилось мало часу на остануку. Можете нам...» «У нас є такий девиз, «Тримайте настрій!» «Заспевайте трошки, якось зимпровизировать».» «Імпровизации!» «Тримайте настрій!» «Тримайте настрій!» «І все буде добре!» «Дякуємо!» 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 «Дякуємо за те, що з'явилися!» «Не пригласувалися!» «Для чого?» «Для чого, все класно вийшло!» «Величезних аудиторій, шалених оплесків і успіхів!» «Дякую!» «Тривай ранковий справ на телеканалі «Тоніс!» «І далі слово Ангеліні Муняк з прогнозом погоди!» «Дивімо!»